межконфессиональные браки межнациональная машина я помню знаете когда я в сауди учился у нас шейх шейх абдулла мутлах преподавал нам фиқл-усра то есть именно фиқк касательно семьи никаха, талақ и т.д. все называют фиқл-усра и рассказывал он говорит ему самый интерес когда он нам рассказывал эту лекцию он говорил то что раньше вот саудийкам нельзя было выходить замуж за кого-то помимо саудийца и он говорит и так же говорит и он говорит я вот не пойму почему это так говорит Аллах в Коране говорит я вас отворил из мужчин и женщин из Адамы Евы и вас делал народами племенами чтобы друг друга познавали ну и лучше из вас кто более набожный кто более богобоязнен почему говорит нам запрещено жениться там на других на европейках и так далее там почему нельзя там наших там скажем девочек выдавать замуж за там американцев мусульман вот непонятно то есть мы же все одинаковы и когда урок закончил с лекцией шейхар по-честному скажи вот ты бы свою дочку отдал бы там за там за другого там другу нацию честного да вот вещи с честного даже может быть за другой клан бы не отдал но я не говорю что это харам ну вот просто готовят я знаю говорит какие бывает вот из-за этого проблема то есть а дать и вот разные разные вот эти вот традиции вот у нас например и говорит клана говорит например у них такое это блюдо капси называется там они кто шауди было знает там рис там курица это все да 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 вот мы горпад у нас одному из клана аль мутлак аль-утейбе мы говорят такую готовим а там клана нельзя не по-другому готовить у нас говорят были разводы из-за этого то что жена не тот пришли родители и так далее из-за этого только не так приготовила еду вот эту которая обязательно как джижгалычка хинкал кумыкские томаты этот коварский продала из-за этого вот примерно вот из-за этого упругались и развелись и он сказал талах то есть даже из-за этого бывают некие такие вещи но в сунне как приводится в сунне лучше жениться на близкой кто кто тебе близко даже на родственнице это лучше а потом уже дальше и дальше как бы ну поэтому а есть наоборот аль-хамду-ля есть наоборот такие маша-аллах особенно дети когда рождаются там то есть и такое отдать берет отца и такой как отдать своей мамы берет поэтому здесь больше наверное еще то есть от самих вот людей то есть вот как бы я вот как вы сказали если как как имам как имам как вы видите будучи мамами я всегда говорю когда вот никак читаем наставление если например там разные национальности мы говорим то есть мы должны правильно глубоко сунну понимать и аль-хамду-ля и это все воплощать в жизни тогда не будет у тебя проблем в чем город понимали вот и горты одной нации ты другую нацию про мухаммад саллаху лесен что сказал айумра а ты не если девушка солдат хамса опять раздель молится сама чара поститься вместе рамадан афид от фарджа бережет свою целомудрия и 4 атака джа слушать за своего мужа слушать во всем халяльного всем что не противоречит шариату ты ляль яума и удахи лил джанна в судный день ангелы скажут ей заходить через любую дверь рая который ты хочешь в раю восемь дверей занять обла то есть мы когда рамадан месяц просим там чтобы аллах только там через район нам дал возможность зайти но однако все восемь двери откроется такой такой девушки скопа станок аллах саллаху лесен если 5 раз и молиться поститься в месяц рамадан бережет свою целомудрию слушать со своему мужа как некоторые ученые говорят все три говорят наши сестры выполняют четвертые послушание мужа говорит бывает иногда хромает да тогда все двери я раз такого больше иншала то тогда льхамдуллах проблем не будет там его национальность какая и так далее а ты говорю брат если будешь по отношению к своей супруге таков как сказал пророк мухаммад саллаху алейхима салям са усубин и са и хайра хорошо обращайте к своим жёнам своим женщинам к своим сестрам своей мамы своим дочерям своим супругам пророк мухаммад саллах салла ларис ни разу не ударил свою супругу ни одной из супруг ни разу не ударил постановить его саллаху алейхима салям то есть вот некий вот такого ответственность будешь понимать то что она тоже чья-то дочь и кто-то там у ней был папа и есть папа который там вырастил ее когда она была там еще грудная руках ее он там брал думать моя дочка за кого замуж, может быть в этот момент уже думал за кого ее выдать и так далее, берег ее все для нее делал, и он как бы сберег и передал тебе не значит, что это твоя вещь, твоя жена, что ты как хочешь, так и можешь пользоваться, астахфараллах или так издеваться, или еще что-то нет, ты должен, аль-хамдуллах, с аманатом то, что тебе аманат дали, с аманатом относиться, с таким ахляхом и правильно будешь, аль-хамдуллах себя вести, как мусульмане, тогда вот эти вопросы, вопросы, иншаллах, межконфессиональные, межнациональные извините, то что они не будут проблемой почему, потому что, например, если например муж попросит тебя приготовить такую еду, она же не будет, говорит она же его обязана слушать, поэтому нужно правильно сунган, аль-хамдуллах понимать, и стараться, аль-хамдуллах у меня один раз, знаете, один раз пришел один брат, говорит trails, я хочу, говорит, свою сестру забрать, говорит, там вот как-то их развестись надо и так далее я говорю, в чем проблема, дуре, говорит одна, говорит, причина, он говорит я вот твою сестру взял, жены и так далее прожил с ним с ней но она никак не похожа на аиша рада лавана вообще на еще не похожи город он думал ждет от нее что вот все она такая на мусульман ну санала мы же мусульмане можем где-то ошибиться где-то чем мы же не ангелы не сахабы я рады ему что ответила я сказал а ты на ву бакара похож на кому-то ты на ву бакара похожи горит и тоже до вакара дома не похож поэтому как ты можешь требовать чтобы она на еще была похожа